Всех приветствую сегодня. Я бы хотел поговорить про одного из выдающего российского деятеля армянского происхождения. Лорис Меликов Михаил Тарелович, российский государственный деятель, граф, генерал от кавалерии. Родился 21 октября 1825 году. В Тифлисе в дворянской семье. Учился в Лазаревском институте восточных языков, затем в школе гвардейских подпропорщиков и юнкеров. Служа на Кавказе, воевал с горцами и турками. Занимал ряд военно-административных постов в Дагестане и Терской области. В 1875 году стал генералом от кавалерии. В русско-турецкую войну в 1877 году. Командовал отдельным корпусом, взял штурмом Ордаган и Кае. По заключении мира, получил титул графа. В январе в 1879 году, был назначен Астраханским, Саратовским и Самарским генерал-губернатором. В апреле 1879 году, в связи с ростом терроризма, генерал-губернатором Хайкова. На этих постах Лорис Меликов проявил себя, как дельный администратор и гибкий политик. После взрыва в Зимнем дворце последовал императорский указ от 12 февраля в 1880 году о создании Верховной распорядительной комиссии по охране государственного порядка и общественного спокойствия, наделенной чрезвычайными полномочиями. Начальником комиссии назначили Лорис Меликова. Сочетая репрессии против революционеров с уступками умеренным слоям общества, он добился некоторой стабилизации положения, после чего Верховная комиссия была упразднена, а третье отделение собственно его императорского величества канцелярии и корпус жандармов подчинены Министерству внутренних дел, во главе которого встал Лорис Меликов. Понимая неэффективность одних лишь репрессий, он предложил Александру двух программу административных и экономических реформ, впоследствии названных Конституцией Лорис Меликова. В феврале 1881 году министр добился императорского согласия на исполнение этого проекта, но Александр двух вскоре был убит, а Александр три проекта отверг. Убедившись в невозможности воплощения в жизнь своих планов, Лорис Меликов в 7 мая 1881 году вышел в отставку. Это стало концом либерального периода и началом долгого периода крайней реакции. Последние годы жизни Лорис Меликов провел за границей. Умер 24 декабря в 1888 году в Ницце. Похоронен в Тифлисе.